В праздник покрова Божьей Матери верующие вспоминают событие, которое произошло в 910 году в Константинополе, когда язычники решили разгромить один храм, а его прихожан казнить. Христиане взмолились Богородице о помощи и увидели чудесное явление Девы Марии. Она сняла с головы покров и накрыла им всех, кто находился в этот момент в храме, тем самым защитив их от захвата язычников. Мы убираем наш храм, принося это время в дар Богу, благодарим за прошедший год. Это особо любимый на Руси праздник, посвящен он Пресвятой Богородице, ее заступничеству над людьми православными. И в этот день мы свои силы стараемся посвятить Богу, поблагодарить Его за то, что мы имеем. Спасибо всем, что пришли. Мы рады сегодня поучаствовать в этом замечательном благом деле. Я думаю, что это будет мероприятие не последнее у нас. Ребята сами пришли, сами вызвали, говорят, мы хотим помочь. Это было очень приятно. Наши серебряные волонтеры подсоединились к нам. И вот получилась такая хорошая команда. Думали, придет человек 15, а пришло, видите, как много людей. Перед уборкой небольшой инструктаж. Волонтеры получают задания и инвентарь. Сегодня сюда пришли ученики Одинцовских школы номер один, 10-го лицея и гимназии номер 7. Старшее поколение представлено клубом «Ветеран», организациями «Дети войны», офицеры России и «Мамина помощь». Молодая группа. Вы идете с левой стороны. Сейчас берете грабли. Старшее поколение серебряных волонтеров остается вот с той стороны, с правой стороны. Хорошо? Есть какие-то вопросы? Георгиевский собор – визитная карточка нашего города. Одна из главных достопримечательностей Одинцова. Прилегающая к собору территория площадью более гектара. Благоустроенное и удобное место для прогулок. Его очень любят прихожане, поэтому так важно, чтобы здесь было чисто и уютно. Мы все по жизни волонтеры и должны с уважением относиться к нашему городу. Не обязательно куда-то ездить, чем-то другим заниматься. Надо заниматься своим делом и убирать, и чистить, чтобы был чистый город. Привлекать молодежь, чтобы они видели нас, взрослых людей, как-то старались помогать нам. Я волонтер уже на постоянной основе. Мы вот срыва-срыва зачем-то создали свою организацию «Дорога добрых дел», которая насчитывает уже около 30 человек волонтеров в своем ряду. И мы участвуем в каждом мероприятии, которое предоставляет нам Одинцовский район, то есть администрация Одинцовского района. И стараемся помогать на каждом мероприятии, вот как и все остальные волонтеры. С погодой участникам субботника по-настоящему повезло. Под теплым, как будто летним солнцем, работа спорилась быстро и слаженно. Пока одни убирали улицу, другие наводили чистоту в храме. Мы участвуем на всех субботниках, куда нас не приглашают. Посадить дерево – мы первые серебряные волонтеры. Убраться в городе – мы первые. Всегда серебряные волонтеры. Помочь просто пожилым людям, хотя мы тоже уже в возрасте, но у меня, правда, еще нету 70, но все-таки я считаю свой возраст. Мы помогаем всем. И у меня такой девиз – живите, помогая друг другу. Спешите, люди делают добро. Мы спешим. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok